Очень много. 200 тысяч рублей. 250. Устраиваясь на работу в филиал известной по всему миру фирмы, митингующие сегодня граждане даже не подозревали, как стремительно изменится их финансовое положение. Началось с того, что я сорвала вот такой розовенький листочек. Могу даже вам озвучить, что они предлагают по телефону. Они предлагают абсолютно не ту работу, которая у них есть. Предлагают составлять графики стоимостью 1500-1500 за график. Оплата еженедельная. В составлении графиков Светлана оказалась не сильна. Ей предложили пройти платное обучение, а чтобы было чем его оплатить – подработать. Представители фирмы уверяли Светлану Волосникову, что она без труда сможет разбогатеть, играя на валютной бирже. Особенно с их помощью, вспоминает женщина. По ее словам, новые работодатели ей и таким, как она, действительно помогали подделать справку о доходе, чтобы взять кредит в банке, внести полученные деньги на счет компании и забыть про них раз и навсегда. Я вот сегодня представляю интересы своей семьи. У меня на следующей неделе состоится суд со Сбербанком. Они будут взыскивать с меня деньги кредитные, которыми в настоящий момент пользуется текущая компания. Игра на валютной бирже – огромный риск. Здесь можно и проиграть. Этого Дмитрий Антонов обиженной фирмой как раз и не учел. Оставшись без работы, бывший инженер, а ныне инвалид второй группы, думал только о легких деньгах. Как мне объяснили, у меня нет вариантов. Я буду стабильно получать ежемесячную прибыль. У меня без шансов вообще. Никаких рисков не будет. Через два месяца ты со всеми рассчитаешься. В третий месяц у тебя будет хорошая получка. Ты будешь ездить на такой же машине, как я. Мы рассчитывали, что мы тут не к цыганам идем. Это у нас областной город. И в центре города находится вот такая вот контора, которая вымогательством занимается. Ведет ли фирма темные делишки, сейчас разбираются сотрудники полиции. В том, что контора привлекает всех любителей легкой наживы к играм на валютной бирже и обучает их строительству графиков, ничего противозаконного нет. Другой вопрос, как именно проводится торговля долларами, евро, рублями и куда отправляются деньги после перечисления их на депозит компании. Отмечают полицейские. На сегодняшний день в органы обратились уже более полусотни обиженных зауральцев. Каждый из них играл и проиграл. Зарегистрированы случаи, когда люди продавали квартиры, пополняли счет фирмы и уходили ни с чем. Клиентам менеджера уведомляют о том, что возможны риски потери всех денежных средствах, находящихся на данных счетах. В большинстве случаев, как уже известно от граждан, несут в основном потери, потому что плохо знают финансовые и валютные операции, как они осуществляются. Поэтому убедительная просьба гражданам быть намного бдительнее и внимательнее при изучении составления договоров, соглашений. Юлия Смородина, Александр Менщиков, Андрей Глазырин, Александр Карпов, информационное агентство Курганру.